всем привет дорогие подписчики и вы как всегда снова на канале star cat и это видео обращение к моим подписчикам я думаю вы понимаете хотя может быть вы не понимаете для чего это видео обращение снимаю дело в том что я начала замечать в последнее время что на моем канале стала просто огромнейшая активность наверное у меня сейчас смотрят много новых зрителей которые не понимают что к чему который не понимает кто я зачем я почему я почему я такое странное возможно для некоторых кажется поведение в этом видео хочу немного рассказать о себе потому что последнее время я начала замечать что мои видео начинали набирать ну на последнем видео распаковки духаус 720 чем-то просмотров вот я прикрепила фотку и меня это очень сильно удивило как бы потому что всю жизнь как бы сколько я себя помню я снимала всегда видео для себя я снимала свои видео и сейчас до сих пор снимаю это видео не для подписчиков их я просто хочу чтобы вы это знали я это снимаю для себя вы спросите почему для себя потому что это в первую очередь нравится мне в первую очередь я всегда старалась не для подписчиков а для себя потому что мне это нравилось и это во первых память для меня память о том что я любила я снимаю влоги распаковки потому что это огромная память и впоследствии И я всегда снималась с такой эгидой, что буду это пересматривать. Через 10 лет, 15 лет, 20 лет буду вспоминать, какая я была и чем жила. Вот, для этого я и снимаю видео. Хочу немного о себе сказать, чтобы вы поняли вообще, что тут, что за движ творится здесь. Я не знаю, насколько долго я еще останусь на ЛПС Тубе, но все-таки хочу рассказать о себе. Меня зовут Ангелина, мне 24 года. Да, не удивляйтесь, у меня такой немножко детский голос, но я ничего не могу с этим поделать. Я такой родилась, и многие раньше мне не верили. Когда мне было 18, многие мне не верили, что мне 20, ну, что мне 18. Мне говорили, что мне лет по голосу 12 или 11, или 9 вообще. И по внешнему виду, и по голосу мне вообще мои 24 года не дашь. Мне, я как бы себя считаю 16-летним ребенком, потому что по голосу, по внешности примерно я так и выгляжу. Но на самом деле мне 24, и мне нет смысла вам врать, во-первых, потому что это глупо, а во-вторых, потому что это грех. Начнем дальше. Я, ну, как бы я являюсь верующим человеком, я современная христианка, не православная. Я являюсь частью протестантской церкви, я живу в Казахстане, и, в общем, это как бы местная протестантская церковь. Если кому интересно, можете забить в гугле, что значит протестантская церковь. Я не пропагандирую свою веру, ни религия, у меня вера. Не путайте эти два словосочетания, пожалуйста. Ну, не словосочетания, это эти два слова, два выражения. Я не пропагандирую религию, тем более не пропагандирую веру. На этом канале я показываю свою жизнь, чем я живу, снимаю распаковки на эти чудесные игрушечки, летелась под шоп, которыми я увлекаюсь уже около 10 лет. С 14 лет я начала увлекаться этими чудесными головастиками. По сей день я ими увлекаюсь. Вот, я современная молодая христианка, которая познает Бога, познает его сущности, познает тайны духовного мира. И немножко с вами этим делюсь. Со своими подписчиками немножко, конечно же, основной контент. Это LPS, распаковки, влоги, разговорные видео. Но и немножко процентов моих духовных практик, моего духовного опыта. И это нонсенс, это феномен, что LPS-блогер, который давно на ютубе, который раньше был популярен, снимал пошлые выпуски «Правда или действия», сейчас рассказывает молодому поколению про Бога. И не про того Бога, который мы всегда слышали, про религиозного Бога, который находится в рукотворных храмах, а про того Бога, который живой, истинный, с Ним можно общаться, Его можно чувствовать, Его можно ощущать всем своим телом, и можно Его слышать, и можно с Ним общаться, с Ним можно взаимодействовать, с Ним можно... В общем, Бог — это как величность, просто Бог — это есть Дух. О таком Боге я хочу и буду с вами говорить. И такой Бог меняет жизни людей. Такой Бог — это не просто Бог, который в храмах, на иконах и так далее, это совсем другой Бог, это, возможно, как бы покажется, что это какая-то секта, но многие меня так называют, но это не страшно, я понимаю, что они водимы злыми духами, поэтому они называют... Ни в коем случае людей не обвиняю, я просто понимаю, что люди водимы злыми духами, как бы вы этого не хотели. Вот, что еще можно о себе сказать? Я служу в прославлении. В протестантских церквях практикуется прославление Господа. Это музыкальное сопровождение, то есть играют люди на гитаре, на бас-гитаре, электро, барабаны, вокалисты. Я вот являюсь вокалистом. Я умею петь. Не идеально, но умею петь. Я самоучка, я всегда любила петь. И Бог призвал меня в прославление. Что могу сказать? Я могу немножко спеть, чтобы вы понимали, как я пою, да? Вот, я завтра иду как раз в воскресенье, завтра я иду в церковь. Любимое место, обожаемое место, я без этого места свою жизнь не представляю, без Бога свою жизнь не представляю. Вот, такие вот у нас дела. Что могу сказать? Добро пожаловать, если вам это интересно, то я буду только рада и счастлива, если вы будете смотреть мой канал. Если вам это интересно, я вас пойму и не осужу. Я никого не осуждаю. Только разве иногда себя осуждаю, но других людей я не осуждаю, не переживайте. Я хочу пропагандировать любовь, пропагандировать мир, добро, жизнь вечную. Хочу вот это пропагандировать, это такое слово. Я хочу нести это. Вот. Я хочу это нести и показать это людям. Пред собой, вы видите, моего любимого пэта, это Аврил. Да, я ее везде тягаю, действительно, да. И, в общем, впоследствии будут влоги из церкви. Впоследствии, наверное, я буду выкладывать сюда музыкальные наши, когда мы с церкви будем записывать музыкальные наши, видео я буду выкладывать, возможно, не факт, но возможно. Вот. Символы канала. Ну, вы можете старые видео мы посмотрите, что раньше я до Веры снимала. И, конечно, не советую я вам это смотреть, потому что там в видео я материлась, хотя я не помню. Ну, в общем, я не материлась особо. Короче, не столь важно. Вот такие вот дела, ребята. Я хочу у вас петь такую евангелизационную песню. Она называется I think that. Или, как сказать, спасибо бог, да. Я спою вам не всю песню, но только припев такой небольшой. Однажды встретил я того, кто был в конце пути. Ты взял меня, письма поднял, нога моим оснований дал. Я благодарен тебе, мой Спаситель, ты сердце исцелил. Мне имя дал, освободил ты навсегда. Я благодарен тебе, Искупитель. Спасибо бог. Ох, аж кошка пришла на моё пение. Вы, конечно, этого не видите. Ой, Аврин упал. Вот такие дела. И очень такая песня о том, что бог пришёл, как бы, вот мне ещё вот эта песня. Классная. Отпотерял меня, я спасён. Я спасён, я спасён Отпотерял меня, я спасён Я спасён, я спасён Отпотерял меня, я спасён Я спасён, я спасён Отпотерял меня, я спасён Опять кошка пришла Отпотерял меня, потому что я больше не являюсь членом ада членом демонической семьи поэтому так ребята слава господу он дает спасение дает жизнь вечную и да сектант старкет святая сектантка святая сектантка старкет пришла вас учите вере библейские lps курсы да это феномен на самом-то деле да ой пока я пока я увлекаюсь игрушками ласт патчоп я буду вас учить ну как учить не прям учить а просто вас вам показывать что-то пока бог дает буду показывать ну что ребята надеюсь вам понравилось это видео вы зародились такой духовные такой атмосферы любви атмосферы понимания счастья радости всех люблю хоть я вас и не знаю каждого из вас особенным образом благословляя именем иисуса христа всех благословлю не пугайтесь этого имени это имя имеет большую власть я сейчас слышу такие вот комментарии господи чё она несет на что сектантка какой иисус иисус в этой православной церкви я прям это слышу где мысли людей просто ладно неважно всем спасибо за просмотр благословляю вас именем иисуса христа из назарета всем успехов успехов благословенного дня и пока пока ты взял меня из мы поднял ногам моим основания а Продолжение следует... Продолжение следует...